Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про сравнительную характеристику внутрипузырной химиотерапии и BCG-терапии у пациентов с немышленно-инвазивным раком мочевого пузыря после оперативных лечений. Надо понимать, что трансраториальная резекция, это оперативное лечение при образованиях мочевого пузыря, позволяет полностью удалить опухоли стадии ТА-Т1, но они могут рецидивировать и прогрессировать в инвазивный рак мочевого пузыря. При этом, если говорить про стадию Т1-G3, риск рецидива составляет порядка 70-80% и прогрессирование около 30%. В исследовании 2002 года, анализируя историю болезни 2410 пациентов после трансраториальной резекции мочевого пузыря, проведенных в период с 1979 по 1989 года, было такое заключение о том, что многое зависит от качества выполненного оперативного лечения. Однократная немедленно внутрипузырная химиотерапия действует путем разрушения циркулирующих опухолевых клеток после оперативного лечения и облативное влияние на резидуальные опухолевые клетки в зоне резекции и мелкие незамеченные опухоли. Тем самым, мы говорим про то, что выполнение внутрипузырной химиотерапии сразу после оперативного лечения имеет большое влияние и большой положительный результат. В проведенном систематическом обзоре и метанализе индивидуальных данных более 2000 пациентов однократно внутрипузырная химиотерапия позволила снизить риск рецидивов и пятилетнюю частоту этих рецидивов на 14%, с 59% до 45%, что само по себе является прекрасным результатом. В одном из рандомизированных исследований 2014 года проводилось исследование около 200 пациентов в каждой группе. Одним проводилась внутрипузырная химиотерапия сразу после оперативного лечения, вторым пациентам проводилось вливание плацебо-физраствора при мышечно-инвазивном раке, на основании чего было доказано эффективность данной химиотерапии сразу после оперативного лечения и снижения рисков рецидивов. В исследовании 2018 года, в которое вошли 2243 больных с неинвазивным раком мочевого пузыря, сравнивали введение, то есть инстилляции метамидцины ЦЭС-инстилляции, выполненной через две недели после оперативного лечения и у пациентов сразу после оперативного лечения. Согласно результатам, в группе немедленной инстилляции риск рецидива в течение трех лет снижался на 9%, с 36% до 27%. В небольшом рандомизированном исследовании подтверждена эффективность метамидцина ЦЭС с использованием EDMA у больных с раком мочевого пузыря высокого риска. Но данная методика на данный момент еще исследуется и требует, конечно же, дальнейшего изучения. Если говорить про внутрипузырную BCG терапию, то на данный момент это является наиболее эффективным методом внутрипузырного лечения пациентов с неинвазивным раком мочевого пузыря. Если мы говорим про сравнение двух методик, то, как я уже говорил, после оперативного лечения при введении химии препаратов риск рецидива снижается на 14%, то по данным большого количества исследований при введении вакцины BCG риск рецидива снижается на 40%, что значительно лучше. Что такое вообще вакцина BCG? Это взвесь ослабленных жизнеспособных бацилл кальмета Герена. Вот так они прекрасно выглядят на данном слайде. Если говорить про историю создания BCG, то есть она такая. В 1929 году проводились аутопсийные исследования и у пациентов встречалось намного меньше вообще онкологических процессов мочевого пузыря и также рисков рецидива пролеченных пациентов при раке мочевого пузыря. У пациентов, пролеченных от туберкулеза, по сравнению с контрольной группой, которые лечения от туберкулеза не получали. В 1950 году проводились первые эксперименты на мышах. Проводилась BCG-терапия мышам с трансплантируемыми опухолями и была доказана эффективность данной вакцины по сравнению с контрольными группами. В 1975 году Декорнион проводил первую попытку излечения изолированной меланомы мочевого пузыря. В 1976 году Моралес провел первое успешное применение внутрипузырной BCG-терапии для поверхностного рака мочевого пузыря, доказал эффективность и разработал методику данной терапии, которая используется и по сей день. То есть было рекомендовано 6 введений, 6 доз. Это было связано исключительно с тем, что штамм Фрапье упакон был в 6 флаконов. Доза составляла 120 мг доза, потому что данная громовка была разработана для подкожного введения пациентам с туберкулезом легких. На данный момент мы используем 100 мг дозу, но это приблизительно те же самые показатели. И еженедельные инсталляции рекомендованы были им, потому что он наталкивался от побочных эффектов после внутрипузырных введений. И он доказал, что побочные эффекты проходят в течение недели. Поэтому было рекомендовано 6 еженедельных вливаний. В 1978 году Моралис пролечил 10 пациентов, уменьшил и ликвидировал полностью рецидивы опухолей у 7 пациентов. В 1990 году Американская организация по контролю лекарственных средств FDA одобрила внутрипузырную терапию BCG для лечения пациентов с мышечным неинвазивным раком мочевого пузыря. В ряде рандомизированных исследований, которые сравнивали BCG-терапию с метаминцином С у пациентов с образованиями промежуточного высокого риска, подтверждено превосходство BCG-терапии в отношении профилактики рецидива. Как я говорил ранее, был слайд, что химиотерапия снижает риск рецидива на 14%, а BCG на 40%. В крупном метаанализе 2009 года, где оценивались данные по 2820 пациентам, включенным в 9 различных рандомизированных исследований, в которых сравнивалась эффективность метаминцином С и BCG-терапии. В этих исследованиях по поддерживающей BCG-терапии отмечалось снижение риска рецидива в группе на 32% по сравнению с метаминцином С, но при отсутствии поддерживающего курса наблюдалось повышение риска рецидива на 28%. Что это значит? То есть помимо первых шести внутрипузырных введений, пациентам рекомендовано дальнейшее наблюдение и дальнейшее проведение внутрипузырных инстилляций данной вакцины, по схемам, о которых я уже позже расскажу. По данным этого исследования показана эффективность поддерживающего курса, который, естественно, необходим. В метанализе, проведенном в 2010 году, оценивались данные 4863 больных, включенных в 24 рандомизированных исследования, по результатам которых отмечено снижение риска прогрессирования мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря на 27% при проведении поддерживающей BCG-терапии. Опять же таки в этом исследовании показано то, что поддерживающий курс должен быть выполнен, и в таком случае риск рецидива снижается еще больше. В 2018 году с отдаленным наблюдением у больных в группе BCG-терапии частота рецидива отдаленных метастазов и канцероспецифичной выживаемости была ниже. По сравнению с внутрипузырной терапией опиробицином. В институте онкологии Петрова мы проводим данные виды лечения. Мы рекомендуем пациентам начать лечение не ранее, чем через 2 недели, не позднее, чем через 4 недели после проведенного оперативного лечения, после трансфортральной резекции. Мы пациентам вводим 50-100 мг вакцины, разведенных в 50 мл физраствора. Схемы лечения, о которых я вам говорил, на этом сайте они представлены. То есть первый – это индукционный курс, он вводится сразу через 2 недели после проведенного хирургического лечения, и мы делаем 6 внутрипузырных введений. И далее поддерживающий курс, который должен быть произведен для снижения риска рецидива. Тут есть 2 схемы, 2 варианта – это либо ежемесячно на протяжении 1 года, то есть 1 раз в месяц проводится внутрипузырное вливание, либо схема из 3 недельных циклов каждые 3, 6, 12, 18, 24, 30 и 36 месяцев. Мы используем вторую схему, потому что она, на наш взгляд, более эффективна и более доказана. Как производится само введение? То есть пациент приходит, он укладывается на кушетку, либо в гинекологическое кресло. Пациенту после обработки наружных половых органов вставляется тонкий уретральный катетер, вакцина вводится в полость мочевого пузыря. Далее пациент в течение 2 часов удерживает себе данную вакцину, после чего ее выпускаем с помощью катетера, либо в специальной емкости. Ну и дальше пациент отправляется, вот если говорить про первый курс, на неделю под наблюдение. После внутрипузырной терапии побочные эффекты развиваются с большей вероятностью по сравнению с внутрипузырной химиотерапией. Однако серьезных побочных эффектов наблюдается менее чем у 5% пациентов. И вот в этой таблице я показал, какие возможны побочные эффекты. Но если говорить про самораспространенное, это незначительное появление крови в моче, наверное, первые сутки после внутрипузырного введения, после которой кровь в моче отсутствует, и в принципе пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Хочу сказать, что в Институте онкологии Петрова данный вид лечения мы проводим в рамках ОМС. Для того, чтобы обратиться к нам, вам необходимо иметь на руках полис направления 057-ю форму и обратиться на консультацию к специалистам Института онкологии Петрова, где вам будет выдан перечень анализов и как будет производиться данный вид лечения у нас в Институте. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.